И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, и это мод Ark Am The Life. И, собственно, сегодня мы продолжаем страдать фигней. Ну, конечно же нет. Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, что притомил себе Икс Дудо, то, чтобы было, вот, пускай тусуется, ну и, конечно же, притомил Кинг Джербоа самку. Блин, ну за три какая-то мордаха, прикольно такой, ну, кубер-табор. Это просто супер какая-то мордаха, ну, повернись сюда, повернись, повернись, говорю сюда. Блин, меня прикалывает. Меня, честно, очень прикалывает это животное. Тушканчик, это просто кайфовый. Вот, тушканчик и мешанька. Вот это, короче, самый кайф. Ну, ты присти, присти, вы щебези, ну, это просто прикольно. И все тут. Вот, в общем, притомил, побегал, покачал и так далее, и все хорошо. В общем, пока что здесь тусуется. Потом будет отдельный загончик под них и так далее. Чей-то у тебя там жопа красная. А-а-а, ты еще до сих пор, Лео, здоровье повышает еще до сих пор. В целом, в целом, что тут произошло? Ну, поубивал я, ну, понабивал, вот тут Альфа Карна у меня есть, Виверн тут поубивал и так далее. В общем, пострадал фигней. Видите, да, привязанность 0%. Ну, вы понимаете, о чем эта надпись говорит. Говорит она о том, что я ресетал Альфа Чат. Почему? Вот так же дамаг у него сбросился. Но, в этом есть одна замута. Чуть же в натюре, а. Это, это, это кто здесь был? Не, ну, вы хотя бы иногда, там, в следующий раз скажите, кто там был-то. А-а-а, ты ж нифига себе, я подлетел. Так, надо птерчика вернуть. Кстати, да, я избавился от этого косяка, когда во время пролагов, это, пропадает звук. Я избавился, это из-за того, что я начал записывать в МП-4, а надо было записывать в АВИ. То есть, раньше я в АВИ записывал, все было пучком. Сейчас начал, что-то записал в МП-4. Типа там, это лучший формат для записи. Вот, и, в общем, говно это сраное. Вот. Кстати, узнал, что Альфа Чи жрут только сырое первосвортное мясо. Оказывается, для меня это было, ах ты, козел, нифига себе привредливый. Вот, примерно так. Ну, пускай лежит, как бы вес у него дофига, пускай лежит и жрет его спокойно себе. Вот. И, собственно, в чем прикол? Как мне сказали, 250 кликов в стат. И все. Лучше всего 249 кликов делать. На что за каждый клик урон увеличивался на 74,4%. Умножаем на 249 кликов. Получаем, дамаг нужно, чтобы был 18525, да? Это, чтобы вот это вот число было 18525. Это только чисто. Ну, и там плюс свое у него было примерно около 650. То есть, 19000 это максимальный дамаг, который я могу ему вкачать. Ну, грубо говоря, 19000, там, 19 копейками. Я вкачал 18000 на всякий случай. Не рискуя, вкачал 18000. И вот все остальное я вкидывал уже в здоровье. Немного вот вес прибавил, скорость прибавил. Ну, основное потом в здоровье кинул. Посмотрим, проканает не проканает. Но, в целом, в целом, я доволен дамагом. Доволен дамагом. Так, вот вас я вообще не трогаю. 270 тысяч вполне достаточно, я думаю. Такс, погнали. Ну, и, собственно, перейдем к тому, что-то как-то где. Кстати, мне подсказали, опять-таки же Тошка подсказал, что, так сказать, есть возможность как избавиться от крашей от динозавров. Но, как говорится, с этим потом позаморачиваемся. Блин, какие мордаха прикольные. Что? Что, что, что? Что сегодня будем делать? Кстати, да, я вот это перейдем сюда перетащил. Сегодня мы будем делать, вызывать Омега Анкила и так далее, и так далее, и так далее. В общем, будем вызывать всех вот этих вот Омега. Потихонечку будем создавать. Так, Анкила, он жестко глушит. Он жестко глушит. Фрог. Фрог. Бивер тоже. Деликорус. А, нет, Анкила вроде бы не сильно. Пингвин Анкила. Давайте Анкилу создадим. Давайте Анкилу создадим. Требуется тысяча металла. Тык, тык. А, ну, хотя бы что, давай все заберем. Так, с тысячи металла, тысяча металла. Как бы не проблема. Сделаем тысячу металла. Так, заглядываем сюда, наложим, сдаем куб. Так, ну и можно какой-нибудь еще создать. Я, понятное дело, все за одну серию не буду делать, потому что серия выйдет очень длинная и большая, и я слишком устану говорить постоянно. Вот, поэтому, как бы, все это будет постепенно. Вот, такие вот дела. Так, сейчас немножечко вот так вот ресурсы застакать. Так, отлично, я просто чертовски гений. Так, цементная паста, там вроде надо тысяча. А на кого? Тихо. А на кого нужна цементная паста тысяча? Так, полимер, надо за ним лететь. О, камень, я декуроз. Давайте камень так уж и быть. Раз уж, раз пошла такая пенка, то давайте камень сделаем. Почему бы и нет. Че? А почему-то пять тысяч. О, прикол. Прикол! Вот реально был прикол. Так, вот так вот, сейчас немножечко ресурсы. Я ненавижу, когда как-то ресурсы криво. Собственно, как я уже не раз говорил, именно за этого я не люблю с кем-либо играть. Свои замуты. Вот, потому что как начнут там делать бардак, и все. А тут я как бы, если бардак, то значит сам виноват. Так, ну вот и хватит, думаю. Анкила и Дедикуруса хватит. Уже там и разберемся с ними, что да когда где. Я яички скидываю сюда, пускай они здесь лежат, почему бы и нет. Холодильника у меня и нет. Ну, кстати, нужно его состряпать, холодильник. Очень нужно состряпать холодильник. Ну-ка, давайте посмотрим. Электричество. Ну-ка, что для тебя нужно? Слиток металла, полимер, кристалл, электроника. Ну, это все есть, ладно, потом состряпаю, если не забуду. Так, ну что, погнали. Буду я на птирчике. Попробуем сначала задамажить, попробуем, так сказать, подамажить керчиком. Ну, конечно, сначала я сейчас вызову. Посмотрю, что он дает, точнее, что у него там с хп и так далее. А потом уже будем дамажить. Вот такого вот я арену маленькую сделал. Весь остров окружил. Убрал все деревья, все камни, чтобы они мне не мешались. И вот такую вот маленькую запруду сделал, чтобы именно здесь можно было вызывать, если в что. Не так пойдет. Ну, конечно, не слишком большая такая запруда. Ну, ладно, пока что и такая пойдет. Такс, ну что. Протухшее мясо добавлено. Ну, я камень забыл убрать. Кого первого вызовем? Дили Курус или Анкила? Ну, в целом, как бы разницы нет у кого вызывать. Используем. Появляется вот такая вот асфера. И давайте смотреть, что она в итоге нам даст. Так, немножечко вперед. Я думаю, предостаточно будет. Сейчас вызовется. И посмотрим, сколько у него в целом здоровья. Так, вот уже появлялась, появлялась. А, это их тезавор, блин. Появлялась, появлялась. Там у тебя тезавор, блин, плавает. Да. Ну, давай, 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 давай. Ну, не томи. Да, 18 тысяч, это, конечно, нехило. Ой, ты еще и оглушил, сразу же. 12 тысяч. 18 тысяч. Окей, давайте сейчас сразу же посмотрим, сколько я буду дамажить по тебе. Ну, кстати, стенки не ломает бешеным и нормальным. Ой, 18 тысяч. 18 миллионов, блин, чего я на туре несу? 18, 830. 18. 18, 830. Раз, два, три. Делим на 270. 69 ударов! Ну, 70 ударов плюс реген. Не так уж и много. Не так уж и много. Давайте посмотрим, что будет в итоге. Раз. Да, 270 ударов. О, 270 дамага. Посмотрим, сколько она по мне продамажит сейчас. 18, ну, 19 тысяч. Ну, с моим здоровьем это, как бы, мне не страшно. Так, теперь хочу посмотреть, как она регенится. Ну, так сказать, уж показывать, так показывать по-нормальному. Регенится быстро. Так что ударов 80 нужно будет задамажить. Это, опять-таки же, Птерчиком. Птерчиком. У Птерчика, вы сами понимаете, дамаг не сильно большой. Я веду расчет на то, что я буду убивать прайм-медвежонком. Конечно же, прайм-медвежонком. Как, кем уж еще там. Так, заодно давайте сейчас посмотрим. Вот он стоит около стены, да? И он бил мою стену. Задамажил ли он ее? Нет, не задамажил. Отлично. Конструкции они не ломают, что очень даже мне сильно на руку. Ну и что? Остается только убить Анкилу? Так, Анкилу-то убить это да. А, я тут кое-что сейчас вспомнил. Как я жука-то буду брать? Мне нужны киблы. Киблы, киблы, киблы. Ну ладно, с киблами мы разберемся. Конечно, это не очень, я вам так скажу, вот так вот убивать. Ну, а с другой стороны, это всяко лучше, чем то, что у нас было. Помните, там, где мы убивали бобрата? Извините, там одна ракетница только била примерно столько же по нему. Опять-таки, а, не, подождите. Я у диких ставил 1х на все плюхи. То есть, по идее, здесь он имеет полностью, так сказать, полностью весь, то есть этот, господи, здоровье полностью как и нужно, так сказать, имеет. Как и должно быть у него. Ну что, 7 тысяч, 7 лямов я уже отнял у него, это нехило, я вам так скажу. А, ну так вот, про ракетницы-то я так и не договорил. Ракетницы, они дамажили вообще по 230 тысяч, а у меня по 270 тысяч дамажит Птерчик, так что мне, конечно, в этом плане легко. Да, я не спорю, фотонки, лазерки, все дела, но я хотел потестить Птерчика своего, на что он способен. Такс. Ну, кстати, можно делать так вот, нет, не так, сейчас. Достал. Опять лечу, откатился. Лечу, откатился. Ну, кстати, неплохая тактика. Догоняем, откатываемся, догоняем, откатываемся. Отлично, он уже краснеть начинает потихонечку. Что мы имеем там по здоровью у него? 7 лямов осталось, всего 7 лямов осталось. Отлично. Как видите, ничего в этом плане сложного мы не имеем. Насчет киблов я уже понял, что я сделаю. Экс. На, типа, мордасом. Да, он дамажит все дела, и я понимаю, что он, наверное, с половиной хп от Птера нас дамажит. Ну, у меня там лям 300 здоровья, так что это все фигня, что он дамажит. И у него просто времени не хватит на то, чтобы мне что-то сделать. Так, давайте еще глянем здоровьица у него. 3,5 ляма. Нормально. Конечно, да, честно, меня лично напрягает то, что Птер постоянно срет. Когда у него не хватает здоровья, Птер постоянно срет. Постоянно срет, постоянно срет, потому что он постоянно жрет, и он постоянно срет. И меня это бесит. Звук. Как минимум, звук меня этот бесит. То, что он постоянно срет. А приземляться на нем вообще гиблое дело. Потом взлететь, задолбаетесь. Потому что он начинает просто срать безбожно. Жрет без памяти, срет безбожно. И все. И просто до жути. Так, осталось удара 3. На раз. 2. Тихо, тихо, надо вылечить из-под тебя. И 3. Ну, почти я угадал. Он успел отрегениться. Отлично. Омега анкила был поврежден. Харвис кристалл получил. Так, что мы получаем по луту? Как видите, я не получил здесь гибло. Так, по луту, конечно, здесь еще талажа. Разложится через... Через раного времени. Вот, смотрите. Вот, по что я имею в виду. Он, козел, потом плохо взлетает. Так, срочно летим за гиблами. Черт побери. Как я не мог о них забыть? Не, конечно, колобка я уже буду убивать за кадром. Просто хотел показать вам, насколько это по времени выходит убийством. Такс. И главное, сильно там не обсирайся, сейчас обратно полетим. Такс. Вот так это. На взлет и вперед! Говорю, на взлет и вперед! На взлет, говорю! Так, хорош срать! Взлетай! Так. Я его убью. Подождите, вот так вот. Вот, иди, скотина тупая! Он меня бесят! Он меня реально бесят! Я его ненавижу! Я его реально ненавижу за то, что он постоянно срет, и потом просто тупо взлететь не могу из-за него. А у меня были батареи. На тебе тупая ты! Животное, блин! Я не знаю, я бы сдох бы от такого количества обсирания. Он надо столько срать постоянно, я бы сдох бы просто. А он, блин, еще живой после этого. Ну ладно. Кошмар! Быстрее, быстрее, быстрее! Такс. Кибл, кибл, кибл. На последний слот. Такс. Ты у меня какой? Ты у меня пассивный, говорю. Так, быстрее, быстрее, быстрее! Бежим, 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 бежим! Что нужно делать, чтобы получить жука? Так, разложиться через три минуты. Видите, внутри ничего нету. Объем, он разлагается, и появляется жучок. Дальше подходим к нему и нажимаем, то есть томим его киблом. Все! То есть, ну, как обычное томление, так сказать. Все, вот, кибл, я его притомил, теперь он мой. Хай, чизь, ё! Вот, собственно... Ну, хорошо, стоило на месте лучше. Фиолетовый жучок. Фиолетовый жучок. Собственно, птерчик нам сейчас в этом деле и поможет. А именно... Опаньки! И побежали до базы. Если не ошибаюсь, фиолетовый он дает металл. Дает металлическую руду, дает слитки металла. Ну, топливо, понятное дело, они все топливо дают. И обсидиан вроде бы. Не помню. Но сейчас проверим. Так, перетаскиваем жучка. Оп, приземляемся. Так, во-первых, тебя сразу же надо переключить на пассивочку. Нейтральный и пассивный. А то, зная вас, Анатолий, любит его бегать. Так, и... И топливчик. Нет, не здесь топливчик у меня находится. Что ж я лазю-то, не пойми где. Топливчик у меня находится здесь. Благодаря вот этим жукам о топливе вы можете вообще не беспокоиться. Оно вам просто нафиг не нужно. Закидываем единичку топлива. Это будет вполне достаточно. Ничего не надо жать. Просто, смотрите, включаем блуждание. И смотрим на наши плоды. А, кристаллы, псидиан, руда и слитки. Ну, вы сами все прекрасно видите. Конечно, их лучше ставить в какой-нибудь определенный загончик и так далее. Я это сделаю, я это покажу. Отключи блуждание. Стой, нафиг тебя. Вот. Сколько он поработал, да? Ну, этого вы можете на видео посмотреть по времени. Тупо сколько он поработал. И сколько он мне добыл. Вы понимаете, да? Что это реально выгодно. Фиолетовый дает вот это все. А, пур-пур... Пур... Пур... Ну, что дает следующее. Так... Дедик Круз. Использовать. Кстати, используется он как будто бы бутыли. Я использую. То есть, изделие. Ну, давайте смотреть, что в итоге... Не, давайте-ка я лучше взлечу. Ну, все, в баню. Потом это начнет срать, я вообще не смогу взлететь. Кстати, построил я эту базу. Именно здесь, подальше от своей базы. На тот случай, что... Когда я буду вызывать чифов, чтобы они... Меня не крашнули. Кстати, летает чиф Виверна. Именно заспавнившаяся сама. И... Все, бучком она не крашит меня. Скотина. Так. 20 лямов. Ага. И, кстати, у них у всех оглушение сразу 12 ищетается. 20 лямов. Не уж. 20-611. Да, конечно, да. 20-611. Делим на 270. 70 мы получаем 76 на 80 ударов примерно. Плюс реген. Да уж. Диди Курус побосявее будет в этом плане. Ну, а что поделать? Придется убивать. Кстати. Ходоможит он поменьше. Однако. Здоровья у него больше, а дамажит он поменьше. В этом весь прикол, пожалуй. Диди Куруса. Ну, зато пока ты ему эти 20 лямов снесешь, что он дамажит он примерно такое же количество, как и Анкила. Так что, да. Дамажит он не может, так сказать, одинаково. По количеству здоровья. Проблемка. Когда, ну, собственно, у него срабатывает такая же фигня, как и у обычного Диди Куруса. Когда у него процент на здоровье уменьшается, то, то есть становится мало, то он сворачивается в колобок. Это, конечно, фигово. Ну, 81 тысячу я дамажу, конечно. Это да, это классно. Но вы посмотрите на его количество здоровья, которое мне надо ему снести. Это тупо 7 лямов. Плюс у него, по ходу дела, еще леген увеличивается. Так что... А! Все? Проснулся, что ли? Или нет? А, нет. Просто баганулся чутка. В общем, лучше подождать, пока он распанется. Ой, ты ж в натуре, блин, Апсирухин долбанный. Это не распанется, а проснется, так сказать, вылезет из кокона. Кстати, еще такая фигня. В воде он не дамажил. Вот здесь, в углу, у меня вода, и он постоянно плавал. И он меня не дамажил. Так что есть смысл где-нибудь построить над водой. А точнее, в воде. И уже там спавнить их всех. Главное выбрать такое мелководье, чтобы они не сильно это... Вот, но все же... О! Очухался. Ты смотри, как хорошо. Вот. В общем, вот, видите, он находится в воде, и он сильно не пытается меня дамажить. Круто! И удобно. Такс, ну что, по времени мы укладываемся, так что уж давайте-ка добьем его. Ах ты, козел, ты че, опять свернулся? Ах ты ж супостата, долбаная. Да, с дедик урусом в этом плане еще та замута. Ну что-то, надо придумывать, конечно, в этом плане, я не спорю. Ой, подлагалочка. Выиграл вот такую тактику. Постоянный клик на обычную атаку и канает, я вам так скажу, медленно, потихонечку, не торопясь, но канает. Это самое главное. Я его все-таки рано или поздно завалю. Но, честно, я забыл, что колобки могут сворачиваться в клубочек. И это фигово, я вам так скажу. Поэтому, я думаю, к следующей, так сказать, партии вот этих вот боссов-жуков надо будет обязательно мишку сделать. Желательно, прайма-мишку. Да, подставам. Кстати, мне стало интересно, торпор же у нее есть. Ой, пролагал. Накидывается торпор-то? Не, они накидываются. Ну-ка, еще разочек. А, тебе вообще дамаг 0 проходит. Опять подстава. Да что же такое, а? А я так подумал, все-таки у них начнем с того, что есть свой пол. И честно захотел притомить. Почему бы и нет? Но, к сожалению, нет. Как видите, дамажить дамажу, а торпор, как понятное дело, накидываться не может. Хотя, по сути, моя винтовочка, она накидывает торпор так нормально. Но, ну, возможно, динозаврами, но опять-таки же не канает. Ну, ладно. Кстати, было желание такое подождать, пока вздохнется. Как видите, 53 кислорода, все дела. Но, я так подумал, лучше не будем рисковать. И добьем обычным путем. Такс. все автоматически залуталось. Убираем. Жучок появляется и опа. А во. Вот так получше. Так, сразу же ставим тебя на на нейтральный и пассивный. Какой левел? 60. Ну, такой маленький попался в этот раз. Ну, опять-таки же это лучше, чем ничего. Левел здесь, по сути, нужен только для веса. Да и, собственно, качается здесь только вес. И только вес. Вот. И, кстати, интересно, 250 кликов. Она же и на них проканает. Да уж, боюсь, придется еще и с ними мучиться, но это уже другая история. Погнали! Кстати, что там с него дропнулось-то хотя бы? Ну, сетлы разные, шмоточки, киблы. Вот опять давайте создакаем их. Ну, так себе, конечно, но все же прикольно. Ну, по сути, дроп примерно как с Альфача. Так, желтенький жучок. Я, получается, сдавал его из камня, да? Я думаю, что будет, наверное, типа камень, кремень, возможно, что еще там может быть, не знаю. Так, давайте. Так, ну-ка, дай-ка один топличок. Спасибо. Так, закидываем суден, врубаем блуждание и смотрим, что даешь. Камень, 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 и только камень. Хм, а он только камень дает. Алло, блин, желтый. Ну, что, реально только камень даешь? Ого, вот это поворот событий дня, реально. Я думал, что-то еще дополнительное будет давать. Он дает только камень и топливо. Ну, топливо, понятное дело, само вырабатывается. Только камень. Окей. Отключаем блуждание. Все, тормозим. Хватит. Ну, камень, я вам так скажу, тоже штука неплохая, но все же хуже, хуже, чем металл. Но, опять-таки же, мы узнали, что все-таки дает желтый, потому что, честно, я не знал. А может, смотрел и видел, но, может, реально, может, не только камень даешь. Ну-ка, давайте-ка еще посмотрим. Ну-ка, включить блуждание. посмотрим. Ну-ка, только камень. Ну, что я могу сказать. Тоже вполне нормально, почему бы и нет. тормози. Вот, а этот, что у нас? Да, у этого все точно так же. Металл, филиток металла, кристалл и обсидиан. Что тоже вполне себе неплохо. Отключить блуждание. Вот такие удела народ. В общем, вот такие вот маленькие познания, так сказать, узнал что-то новое, для себя. Узнали вместе с вами, что дают фиолетовый и желтый жук. И, собственно, еще раз показал вам, как томить жуков. Это нужно в последний слот поставить. То есть, вы ломаете труп, жук появляется наверху, падает, вы сразу же подходите его и томите. И ничего больше не нужно. Ну вот, ну и, собственно, узнали характеристики Анкилы и Дерекуруса. Что довольно-таки себе неплохо. Вот. Ну, а завтра, я уже думаю, мы посмотрим, то... Сколько там их? Три еще осталось? Возможно, мы всех троих посмотрим. Так, где-то у меня там... Возможно, всех троих посмотрим, как бы... Так, где... Где они у меня создаются? Так, кто-нибудь помнит? Точно, здесь они у меня создаются. Господи, вот это я забыл. Так, Анкила смотрели, Дерекуруса смотрели, осталось Фрог, Пингвин и Бивер, то есть Лягушка, Пингвин и Бобер. Вот, ну, Бобер, я помню, он такой, скотина еще та редкостная и еще и поджигает, так что нужно будет бутылями на здоровье запастись в этом плане. Ну, еще, пожалуй, я ловушку, возможно, как-нибудь переделаю, посмотрим, что-то когда-где. Вот, и, собственно, в общем, завтра будет видно. Я постараюсь все-таки сделать прайм-медведя себе и такого-то матерого прайм-медведя хочу сделать. Все, на этом все. Вот такие вот жуки, вот такого вот альфа, как говорится, рассказал вам некую информацию о том, как правильно качать, когда вы имеете большие левлы и так далее, чтобы вас, собственно, не сбрасывались в нули. Как говорится, я еще посмотрю, сбросится ли все вот эта вот офигня, урон, потому что урон должен быть у меня 19 тысяч, но я сделал 18 тысяч, что сильно не рисковать. Но, опять-таки же, у обычных, то есть, это здесь нормально, а вот у обычных, у птерчика, где там он у меня тусуется, не знаю, вот он где, допустим, у него 50 тысяч процентов, и ничего не сбросилось, вы прикиньте. Возможно, это действует только вот на них, модовых, а на немодовых 22 тысячи, это не действует. Ну, такие вот дела. В общем, там будет видно. Все, на этом все, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, завтра выйдет вторая часть о жуках, и уже посмотрим, что они будут давать, потому что, честно, для меня очень много казалось откровением. Все, на этом все, всем пока, всем счастливо, что-то, всем счастливо, пока, в общем, всем добра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok